Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. У царя Давида и древнего Израиля был ключ к постоянному общению с Богом и чудесам. Но знаете что? Он был утерян, я имею в виду этот замечательный ключ. Однако, сегодня даже наука подтверждает, что этот ключ работает. Скажите, а кто-то хочет узнать о том, что знали в древнем Израиле и с чем сегодня согласна? Даже наука? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Джули, что же древний Израиль и царь Давид знали о сверхъестественных прорывах, которые сегодня практически утеряны для верующих? Дело вот в чем. Я верю, что мы обнаружили силу в пении Писания. Мы потеряли этот ключ, а он является инструментом, который я назвала пением. Он предназначен не только для певцов, но для каждого человека, который нуждается в прорыве. Недавно я начала считать, что тому, кто хочет сверхъестественного, нужно петь Библию. Если вы хотите высвободить сверхъестественное, пойте Библию. Все дело в слове, вся сила в пении Писания. Сегодня я большей частью действую в словах знания. Однако много лет назад я возлагал руки и молился за каждого, кто нуждался в молитве. Не знаю, как я это делал, но однажды я начал петь «Они исцеляются» вместо того, чтобы просто помолиться славами. Я ощутил, что когда я пел, они исцеляются. Приходило более сильное божественное помазание, чем тогда, когда я просто молился об их исцелении, и все люди исцелялись. Да, это так. Вы говорите о том же самом, да? Да, и я ощущаю, что эта стихия песни накрывает собой все наши мысли. Это не про меня, и молитва идет именно туда, куда она должна идти. Я обнаружила в своем исследовании кое-что интересное. Я всегда пела. Мне нравится петь Библию. Когда я провожу мастер-классы по пению Библии, люди, которые никогда не пели, переживают свободу. Они начинают исцеляться. Это удивительно. Они не певцы, но они хотя бы могут запомнить мелодию? Об этом я и говорю. А я не запоминаю мелодию. Это не важно. Пойте на одной ноте. На одной ноте. Я размышляла. Почему так? Почему? И я обнаружила, что врачи и ученые сейчас проводят медицинские и научные исследования о силе пения. Когда мы говорим, мы используем левое полушарие своего мозга. Но когда мы добавляем мелодию, когда мы поем, например, вот так, а, даже если вы поете на одной ноте, оба полушария начинают работать вместе. Когда вы добавляете ритм, теперь я буду петь под ритм, все эти доли мозга начинают работать синхронно. Передняя часть вашего мозга отвечает за эмоции. Когда вы поете, в вашем мозге будто появляется барьер. Поскольку оба полушария работают вместе, негативные мысли и сомнения не могут проникнуть в ваш мозг. Это удивительное переживание. Полушария работают вместе. А потому единственное, что проникает в мозг во время вашего пения, это Библия. Я видела, как люди, ненавидевшие себя, смогли полюбить себя. Люди, которые не могли исцелиться с зависимости, они исцелялись, и все благодаря пению Библии. Вы рассказали мне о бездомном человеке, который даже не мог смотреть вам в глаза. Вы зашли в приют, а он смотрел в пол. Как же вам удалось научить его петь? Сейчас я расскажу вам. Я начала проводить так называемые музыкальные классы. Зайдя в приют бездомных, я сказала, возьмите ваши Библии, мы начинаем петь. В тот день мы пели 22-й псалом. Я поставила свой диск «Пойте», который скоро будет издан, и включила одну из записей. Сначала этот мужчина смотрел в свой телефон. Когда остальные начали петь, я сказала, вы можете петь, а можете говорить речитативом, нет никакой разницы. Он просто начал слушать песню, и было видно, что она проникает в его сердце. Затем он вдруг отложил телефон и стал писать. Я подошла к нему, заглянула пару раз в его записи и сказала, «Реймонд, а вы можете спеть что-то, что вы записали?» Сначала он просто что-то бормотал, что-то неразборчиво. Господь мой пастырь. Я сказала, здорово, это просто потрясающе. Можно я найму вас как черлидера? Можно, конечно. Мы говорим о том, как петь Библию. Я сказала этому человеку, «Вы не могли бы повторить?» А потом отошла. Тут он поднялся, взял микрофон, вышел вперед перед всеми и начал петь. «Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться!» А потом он сделал так. «Да!» Кто-то снимал это на видео. Тут все оживились. Это было просто потрясающе. Позже я узнала, что этот парень был бизнесменом, который все потерял. Произошло убийство, и всей его семьи в одночасье не стало. Это было ужасно. И из-за этого он окунулся в мир наркоманов, в мир бездомных. Он начал приходить в приют и поначалу только бормотал. Люди не понимали его, но в тот день, когда он взял микрофон и запел, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться!» Эти слова. Люди впервые услышали, как он поет, и впервые разобрали, что он говорит. Это сила. Это сила пения Библии. Это удивительно. Это сила Господа. Что на него подействовало? Это слово. Слово. Месяц спустя моя подруга Илай Роуз позвонила мне и сказала «Привет, со мной рядом Рэймонд, и сегодня он едет на реабилитацию». Он попросил сказать тебе об этом. На прошлой неделе я снова с ней созвонилась, и она сказала, что у Рэймонда все отлично. Все это произошло больше года назад. Сила в пении слова. Она преображает. Но ключ в том, что ваши уши должны слышать то, что вы поете. Это словно станет вашим шлемом. Когда мы поем слово, мы облекаем свой мозг во всеоружие Божье, о котором сказано в 6 главе Ефесианом. Древний Израиль знал об этом. В храме были времена самого потрясающего поклонения. Давид был музыкантом. Давид прогонял злых духов от царя Саула, просто играя перед ним на струнах. Но этот ключ словно был утерян, или перешел исключительно к профессионалам. Я постоянно встречаюсь с музыкантами и всегда говорю, как я могу сесть за пианино и играть. Я не собираюсь учиться играть на пианино. Я просто не запоминаю мелодии. И вот ответ. Когда мы вернемся, вы узнаете, какие чудеса исцеления могут произойти, если вы начнете петь слово. Один глухой человек обрел слух. Мы скоро к вам вернемся. Не переключайтесь. Джулия рассказала мне, что великий еврейский историк Иосиф как-то написал о Давиде. Мы всегда слышим, что он играл перед царем Саулом, и это его успокаивало. А что об этом сказал Иосиф Лавий? Он написал, что, скорее всего, Давид пел Саулу исторы или других иудейских писаний, которые были в то время. Вы рассказали мне захватывающую историю об одной женщине. Ее зовут Илай. Мы можем показать фото Илай до ее преображения. Расскажите нам эту историю. Это Илай Роуз. Этому фото уже 5, 6 или даже 7 лет. Илай была бездомной с 12 лет. Ее продали в сексуальное рабство, и она попала в одну из самых жестоких группировок Лос-Анджелеса. Она уже готовилась покончить с собой. Видно, Бог так устроил, что она приехала в Санта-Марию в Калифорнии, чтобы буквально попрощаться со своей семьей. Они отвели ее на собрание исцеления в апостольском центре в Санта-Марии. Во время поклонения Господь дал Рику Тейлору, директору центра, слово знания о том, что кто-то хочет покончить с собой. Прямо во время поклонения он встал и сказал, «Здесь есть человек, который собирается покончить с собой. Пожалуйста, не делайте этого. Не делайте. Господь уже начал вас исцелять». И люди, которые привели девушку, сказали, «Это же ты, это ты». В ту ночь Илай Роуз отдала свою жизнь Господу. Перед этим она успела побывать у врача, который диагностировал СПИД и очень слабое сердце. Ей сказали, что она не сможет иметь детей. Из-за наркотиков она уже успела побывать в тюрьме, и теперь она отдала свою жизнь Господу. Она поехала на реабилитацию на целый год. Каждый день она пела и читала речитативом Библию, особенно псалмы. Я познакомилась с ней какое-то время спустя, и мы стали петь Писание вместе. Это фото сделано после ее исцеления. Она говорит, что это произошло благодаря пению Писаний. Она говорит, что Господь исцелил ее. Она выглядит совсем другим человеком. Конечно, конечно. Она говорит, что исцеление совершилось, потому что она каждый день пела слово. Кстати, ее отвезли к врачу еще раз, где она получила полное медицинское заключение. От ВИЧ-инфекции не осталось и следа. Она полностью исцелена. Полностью. У нее сердце, как у юной девушки. Она вышла замуж. У нее есть маленькая дочурка Кеннеди. Это потрясающее благословение даровал ей Господь. А вы сказали, что она не может иметь детей. Я знаю. Я знаю, но это сила пения слова. Это ключ. Дело не в том, что вы не знаете, как придумать мелодию. Это и не нужно. Это сила самого пения. Вы можете петь на одной ноте. Это просто инструмент под названием песня, который нам нужно иметь в своем арсенале. Тогда каждый человек может получить исцеление. Почему же так получается, когда мы поем Писание? Ученые говорят, что когда мы что-то поем под мелодию, слова запоминаются лучше, например, так. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Даже алфавит легче выучить, если его петь. С научной точки зрения мы лучше запоминаем Писание, мы помним мелодии, а потом получаем глубочайшие откровения по Писанию. Именно когда поем их. Но почему? Что об этом говорит наука? Наука говорит, что оба полушария вашего мозга функционируют как одно. Но когда мы поем, в вашем теле вырабатываются эндорфины. Они же вырабатываются во время тренировок. Медицинские исследования, последние медицинские исследования показывают, если человек поет, он может получить исцеление от депрессии. В некоторых больницах медицина уже дает людям право выбора. Во время небольшой операции вам могут дать либо наркоз, либо наушники, в которых будет звучать музыка. Врачи обнаружили, что тела людей, которые слушают музыку, которые расслабляются, лучше откликаются на оперативное вмешательство. Это гораздо лучше исцеляет их, гораздо лучше лечит. Насколько же лучше, если вы поете Писание. Вот это да! Расскажите мне вкратце о глухом человеке. Однажды я вместе с Чаком Пирсом учила о том, как петь Писание. Ко мне подошел человек и начал говорить. Сначала я не обратила особого внимания. Затем ко мне подошел другой человек, и тогда я поняла, что это собрание глухих. Чак Пирс сказал мне, ты понимаешь, что происходит. Мы поем Писание в собрании глухих, и теперь они тоже хотят петь. Затем на сцену вышла женщина и рассказала, мужчина, который подошел первым, никогда раньше этого не делал. Кстати, все это произошло всего месяц назад. Она сказала, первый мужчина был моим мужем, и он начал издавать звуки. А когда он запел, в моих ушах зазвучали какие-то хлопки и взрывы. И затем у меня проредался слух. Тогда Чак Пирс сказал, вы понимаете, что происходит? Сообщество глухих... Сообщество глухих возвышает свой голос. Здесь происходит исцеление. Когда мы вернемся, я попрошу вас сесть за пианино. Что же произойдет, когда вы начнете петь? Я попрошу вас спеть стихи из 53 главы Исаии о телесном исцелении. Скажите, и что же тогда произойдет? Люди будут исцеляться. Мы скоро вернемся. Я помолилась вместе с вами и отдала себя Богу во имя Иисуса, моего Царя, Господа и моего Спасителя. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мой муж начал смотреть вашу программу чуть больше года назад. Я сопротивлялась этому, а потом стала видеть большие перемены в манере моего мужа вести себя и говорить. Это были разительные перемены, которых я никогда не видела за четыре года посещения церкви. Господь наполнил моего мужа сильным голодом и жаждой по-большему. Мне тоже этого захотелось. Мы оба решили смотреть все доступные выпуски. Мы купили всевозможные материалы вашего служения. Наши отношения с Богом выросли сверхъестественно. Ваше служение принесло перемены и полностью преобразило и нас, и наш брак. Иван и Клара М. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Джулия, почему вас так воодушевляет пение Слова Божьего? Скажите нам, пожалуйста. Я радуюсь, потому что люблю видеть людей свободными. Мне нравится видеть радость людей, которые читают, поют и запоминают Слово Божье. Это меняет жизнь, и, подобно Давиду, люди буквально ободряют себя во время пения Библии. Вы сказали мне, что открыли три способа петь Библию. Пожалуйста, объясните поподробнее. Я всегда пела Слово. С 1983 года это прочно стало частью моей жизни. Я беру только одно-два места Писания. Проще всего брать псалмы, поскольку они и так являются песнями и молитвами. Первый способ — это просто петь стих слово в слово. Затем я снова их пропеваю, превращая их в свою молитву. Я молюсь этими стихами, как будто это моя молитва. В этом большая сила. Вы не просто читаете о встрече Давида с Богом. Когда вы молитесь этими стихами, это будто становится вашей собственной молитвой. И это уже ваша встреча, не только Давида. А третий способ — петь так, как будто эти стихи поет обо мне Бог, а я просто вставляю в них свое имя. Я исцелил тебя, Джулия. Теперь ты свободна, Джулия. Я пою слово, потому что это истина того, что говорит Бог. Это его святое слово. И дело не только в этом. Джулия была исцелена. Это чудесно, когда люди получают исцеление при пении Писания. Это чудесно, когда она поет о людях, и они исцеляются. Но Джулия обнаружила, что сама исцелилась и эмоционально, и телесно, просто пропевая Писание. Расскажите мне об одном примере. Раньше я ненавидела себя. Я ненавидела свой голос и свой нос. Я хотела петь, как Оливия Ньютон-Джон. И тогда я пошла в дом молитвы. Это было в 2000 году. Я уже любила Иисуса. Но в тот день мой друг заявил, «Следующие два часа ты будешь петь только одно. Песня песней 1.5. Не смотрите на меня, что я смугла». Это означает, что, несмотря на мою немощь, я прекрасна. Несмотря на мою сломленность, Бог все еще любит меня. Где-то посередине этого отрезка времени я все еще не нравилась себе. Но из-за того, что на мне был шлем, и мои полушария не пускали негативные мысли, мои мысли были полностью заменены Божьими мыслями обо мне. За два часа я изменилась. За два часа я изменилась и полюбила себя. У меня есть совершенно новая сверхъестественная Библия. Я попросил Джулис петь 53 главу Исаии. Я провозглашаю, что вы будете исцелены, пока она будет петь эти стихи о вас. В сверхъестественной Библии есть два комментария. Первый от доктора Майкла Брауна. Он доказывает, что в 53 главе речь идет исключительно об Иисусе как Мессии. К этой же главе есть комментарий Сандры Кеннеди. Она доказывает, что Иисус умер за все наши грехи, и все наши болезни, и все наши немощи. Джулис? Я верю. Мне нравится, когда люди поют, поют Библию. Могу я попросить вас встать? Я буду петь эти стихи как молитву. Я пропою одну строчку, а вы повторите ее за мной. Ключ в том, что ваши уши должны слышать ваш голос. Вы можете делать это даже у себя дома. Ты понес мои болезни. Ты взял мои немощи. Был изъязвлен за мои грехи. Был изъязвлен за мои грехи. Был изъязвлен за мои грехи. я исцелился прямо сейчас и прямо сейчас я исцелён и прямо сейчас я исцелён тобой Иисус твоими ранами, Господь, тобой Иисус Смотрите в следующем выпуске Здравствуйте, я Брюс Ван Натам Я умер в страшной аварии и пережил выход из своего тела Хочу, чтобы вы присоединились ко мне с Сидом Ротом Поделюсь тем, как вы тоже можете обрести победу в каждой сфере вашей жизни АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога Присоединяйтесь Загрузите приложение АСН сегодня У Божьего сверхъестественного нет границ Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно АСН — онлайн-сеть, это сверхъестественно Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога Присоединяйтесь к нам АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов Загрузите приложение бесплатно Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо Загрузите приложение АСН сегодня У Божьего сверхъестественного нет границ Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв Когда угодно и где угодно АСН онлайн-сеть — это сверхъестественно Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров Благодаря бесплатному приложению АСН Миру не нужна еще одна христианская телесеть Миру нужны программы, которые будут менять их жизни С ощутимым влиянием Божьего присутствия Людям нужна возможность иметь к ним доступ Когда угодно и где угодно Вы должны получить это АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов Загрузите приложение бесплатно Где угодно и когда угодно У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному У Бога нет ограничений, как и у вас